Здравствуйте, я вы любители морковных котлеточек. Вот они подъехали. Да, я там малость мимо прокликал. Сейчас мы пойдем в почтовый ящичек в моей прекрасной церкви и кликнем куда надо. И тогда епископ... А, он еще здесь, ни хрена себе. Во, разрешение на строительство. Открываем. Не открываем, 20 серебряных. А у меня... А у меня 7 серебряных. Уеуу, вот это внезапное дерьмо. Слушай, епископ, а где мне 20-ку-то надыбать? Да, короче, нам нужно 20 серебряных. Нет, можно, конечно, заморочиться по жмурам. Я, наверное, пока так и поступлю. Это единственный пока хороший такой вид фарма денег. Но нужно морковку. Да, сейчас я сразу положу. 4 жмурика на подходе. Может, и будет их сразу куда-нибудь там забубенить. Но это весьма не это... Как она называется? Не дешевое удовольствие. Ладно. Пофиг. Соберем пока морковку. Сейчас уже ночь к нам приходит. Пойдем к змею с ключиком общаться. Посмотрим, что там произойдет. Это будет крайне интересно. Интересно, сколько у меня будет семян этой самой морковки. Смогу ли я вернуть засаживание здесь, так сказать, make грядка great again. Вся фигня. Ну, да, что-то я не уверен, что прямо great again получится сделать. Морковочка отправляется сюда. Капец, у меня морковки. Реально, можно еще заказать там кучу морковных котлеточек. Морковные котлеточки. Это замечательный компост. Сюда скинем, и все нормально. А сколько семян-то получилось? Семян получилось 13. 13 с капоткомпостом? Серьезно? Вы что, прикалываетесь, что ли? Не, ну, вы, конечно, меня извините, товарищи разработчики, но у вас тут фермерство говно. Такого быть не должно. Я понимаю, что это какой-то там, может, фэнтезийный, не фэнтезийный мир, но твою мать. Ладно, все, пошли, я успокоился. Ну, 13, серьезно? Ну, как так-то? Змеюка... Змеюка, ты где? Что-то змеюки нету, нифига. Он же должен обычно ночью приходить. А может, он теперь не будет приходить ночью? Он, может, придет теперь... Да будет он приходить ночью? Давай, приходи. Что ты начинаешь-то? Нам нужно открыть ворота. Нету, прикиньте. Даже на горизонте не видать. По всей видимости, мне придется ждать день змея, который случится через два дня. Так, понятно. Отлично, потрясающе. Ну, пойдемте, может... Может, сколько у меня тут веры вообще? Три штучки веры осталось. О, зато еще есть эликсир скорости. Ну, давайте посмотрим, что там ведьма от меня хотела, потому что, ну, как-то не круто. А то я ее динамлю уже сколько времени, да? Так, персонажи. Ведьма, ты где? Вот она, Клота. Помочь ведьме вернуть память. Вырастить тыкву с серебряной звездой. А-а-а... Ну, если насчет тыквы тут понятно, а вернуть память... Что-то я как-то... Вот жалко, что нету подробней. Придется к ней тащиться и смотреть, что именно она хочет. Она какую-то тоже ведь там... Жидкость хотя... Смотрите, смотри, змей не приходит. Вот жопошник, а. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Мы пойдем... Мы пойдем заберем мои морковные котлетки и отправимся покупать семена, потому что сейчас приходит утро. А змей не приходит. Вот так, дерьмо. Купим семян, если там этот мужик все еще... В активном состоянии, то он, падла, еще иногда убегает. А еще мне интересно, если я опять пойду в сторону города, меня там молнией бабахнет или нет? Потому что... Подыхать как бы не очень хочется. Ага. Никого нет. Я понял, я понял. Потрясающее дерьмо. Ладно. Приду днем. Используем камень телепортации. Так, можно на болото? Дохлая кляча. А что за дохлая кляча? Я забыл, где это. А, я вспомнил, где это. Так, а что-то мне пролетарий не везет вкусняшку-то. Что ты не везешь-то мне, пролетарий? Вези вкусняшку, пока я там к ведьме хожу. Двадцать серебряных надо, прикиньте. Это же капец. Где столько денег найти? Не, ну понятно, что на последних этапах денег будет просто хоть одним местом жри. Но пока что-то как-то с финансами у меня небольшие напряги. Это все потому, что я закупал семена у этого говнюка. Я думаю, что пока надо с этим повременить. Сейчас мы у бабки спросим, что ей там надо было. Может, я уже, так сказать, в состоянии ей помочь с ее вопросами. Здорово. А что ты днем, кстати, стоишь здесь? Так, с тыквой мы поняли. Да, эликсир, исцеление и котел. Так, пойдем посмотрим, что у нас по технологиям. Ну, эликсир, логично предположить, что будет в алхимии. Так, консерванты это, конечно, замечательно. Никаких эликсиров я здесь не наблюдаю. Да, такое ощущение, что надо здесь прокликивать абсолютно все ветки. Потому что эликсир и штука какая-то прям рандомная, мать я. О, смотрите. Яблочная врага. Красное вино. Крепкий алкоголь. Но это, это бухло, это не то. Я просто увидел бутылки, сразу обрадовался. Думал, о, сейчас будет эликсир. Да, хрен тебе там в нос. А не эликсир. Интересно, когда вы откроете ее позже как-то? Ну, понятно, да. Может быть, я просто еще не открыл тот самый эликсир. Но насчет тыквы, мне кажется, что вопрос решить можно. Это, мне кажется, не проблема. Вот. Единственное, только мне нужно сходить к этому чуваку, купить семян этой самой тыквы. И что-то мне подсказывает, что с первого раза нифига серебряное-то и не вырастет. Вот. И поэтому я хочу рыбу сожрать. Я ее, понятно, я ее еще не приготовил. Я просто таскаю ее в инвентаре. Она у меня один слот занимает. И когда мы строили вот эти надгробные камушки, могильные камушки, вернее. Что-то как-то мне не зашло, когда у меня инвентарь забит. Так. Нету там этого господина? Ни хрена его там нету. Вот же жопа, а. Чего же он перестал приходить-то ко мне? Нормально же общались. Взял и все. И как бы дружбе конец. Может, Герри его обидел? Говнюшка тоже. О, нифига себе. Сколько ж у меня тут новых прикольных ингредиентов. Ну, ладно. Короче, значит, задача номер один. Нафармить 20 серебряных. Это, конечно, очень много. Да, у меня, правда, 7. Это уже неплохо. Но единственный способ, как я могу их фармить, это, конечно, трупешнички. А пока я хочу вот здесь вот немножко прибраться. Чего я? Кого я поймал? Бабочку поймал? Нахрена мне бабочка? Ну, видимо, нужно. Видимо, нужно. Давай, убирай здесь это все. Я хочу здесь проходить. Значит, спрашивали у меня по поводу того, почему я не хожу по подземелью. А мне тут больше нравится. Здесь так свежо и офигенно, что я хожу вот, собственно, по улице. Неужели это плохо? Так, поехали, ребятки, наверх. Вот это дерево тоже надо, так сказать, попросить его ликвидироваться, потому что оно тут нафиг не нужно. Выросло прям вот не пришейка, а были хвост, как говорится. В нашем случае ослу. И тут еще три бревнышка. О, как замечательно. Пойдемте, ребята. Ну, продави его. Вот, вот так вот. Хорош. У меня будет альтернативный склад бревен прямо здесь. А что бы нет-то? Пролетарий до сих пор не везет. Слушайте, я же ведь не бакс ловил, просто он обычно в это время привозит. А сейчас что-то как-то не привозит. О, серьезно? Все настолько плохо, настолько плохо. Я инвентарь себе забил, представляете? Ну, давайте, давайте сложим грибы сюда. Цветочек я унесу, естественно. А вот у меня еще 40, кстати, семян моркови. Это, видимо, там осталось 13 или 17, сколько я там говорил, уже не помню. Которые, которые лежат у меня в ящи. Я понял, все, нормально. Пойдемте сажать морковку тогда. Пойдемте ее посадим полностью. Так, торф. То есть, ну да, это торф. Во, наконец-то, начали свозить ко мне жмуров. Что не может не радовать. Я тут все удобрю и приду к тебе, пролетаришка. Посмотрим, насколько качественный там жмур. Может быть, мы его на кого-нибудь заменим. Но, блин, опять же, придется покупать этот гребаный... Ха! Я не знаю, как мне быть, серьезно. Мне придется покупать опять этот божественный сертификат об эксгумации. Разрешение, вернее. Это что такое? Документы полноправного гражданина. Я что-то пока не очень понимаю, куда их можно использовать. Но их лучше, наверное, держать домом. Так, а мы тем временем сажаем морковочку. Замечательную нашу. Но в плюс я, по-моему, все равно не выхожу с этой морковкой. По-моему, я все-таки иду в минус. И ее нужно обязательно будет докупать. Но странно, сейчас я вышел, ну, как минимум, в маленький плюс. Ладно, все, пошли. Может быть, там змей приперся. Проверим подвал. Потому что... Потому что надо его проверить. Ай, господи боже, не туда нажал. У меня все время бывает так, что я не туда нажимаю. Змеюка, ты тут? Нет. Нет, смотрите, эта скотина решила приходить именно в свой день. Ну, хорошо, хорошо, не вопрос. Пойдемте посмотрим, что там за жмур приехал. Может быть, пока я с ним разбираюсь, змеюка припрется. Но я что-то в этом сомневаюсь уже, на самом деле. И я, наверное, сейчас еще, знаете, что сделаю? Я сейчас вот хочу посмотреть, сколько надо палеты. Так, а это какой стол вообще? Это ведь тоже, это ведь он и есть, правильно? Я думаю, что это он и есть. Я просто думал, может, и препарационного стола-то у меня нет. Но он у меня вроде бы как есть. Короче, нужны гвозди и доски. И будут еще у нас места под, так сказать, зал ожидания. Веселый зал ожидания. Три. Кровушка, естественно. Кожечка, естественно. И жирочка, естественно. И у нас будет идеальный турпак, которого мы, естественно, зароем. Потому что он уж больно хорош. Да, и кожа, кожа. Давай мне кожу. Кожу мы переработаем потом в бумагу. Единственное, только я не понимаю, почему здесь нельзя строить ящики. Потому что ящики, это просто охренительно. Я забыл с собой взять моего маленького друга, лежащего на столе. Сейчас, одну секунду. Не понял. Ты что, не поправился? Серьезно? Я не знаю. Слушай, ну... Ну, давай я тебя мясо извлеку. По-моему, ему уже ничего не поможет. Черт. Я понял. Дружище, ты уж прости. Я хотел тебя, короче, вниз. Ну, в общем, наверх поедешь. Да. Что-то как-то... Сегодня не мой день в... Да. Ну, прости, друг. Прости. Что у нас тут? Бревен нету? Нету здесь ни хрена. Сейчас я все сложу. Мне кажется, надо держать вот эти вот останки в подвале церкви. Что-то мне так подсказывает. Потому что там вот вся эта алхимическая дребедень, она же потом по-любому будет зависеть от всего, что я накопаю в этих людишках. Поэтому я пока это все сюда сложу вместе с разрешениями, со всякими. Что еще можно здесь оставить? Пока ничего не будем оставлять. Змеюка не пришло. Змеюка не пришло. Ну и в жопу тебя. Следующий день будет его. И не дай бог, эта падла не придет. Я обижусь на него, честно. Вот разработчики. Вот опять же. Нахрена делать такой триггер, который заставляет нас ожидать? Я понимаю, что это по большей части гринделка. Но черт, совесть-то надо иметь. Каждый день он приходил. Как только я получил богоподобный ключ, приходить змеюка перестала. Это очень странно, мне кажется. Так быть не должно. А еще я хочу взять 50... Нет, не 50. Давайте я возьму с собой 25 морковки. Потому что таскать с собой целую, ну я не знаю, охапку, этой морковной котлет, нет особого никакого смысла. Зато есть смысл приготовить рыбу. Где у меня тут рыба есть? Вот, рыбные палочки. Нам нужно масло. Запеченная рыба, ничего не нужно. Ничего не нужно. Давайте же ее сделаем. Она же исчезла. Ни хрена она не исчезла. В качественной филе рыбы. А что с собой можно сделать? Давайте порежем. Так, качественное филе уже порезано. Нарезанное мясо еще можно сделать. Давайте два. Будем мы сегодня кулинарить, как никогда не кулинарили. Давай, доделывай, что ты. Пару котлеток тебе в рот и доделывай. Нет, слушайте, здесь по филе больше ничего нет. Ну и хрен с ним. Давай, выпадай. Так, рыбные палочки, масло. Масло можно было купить, насколько я помню, у этого чувака, который мне дал рецепт тортика. Тортик это прекрасно. Давайте запеченное мясо отправим, чтобы оно у меня в инвентаре не валялось. И поспим. Да, я не хочу оттратить мои котлетки. Поспим. А вот и мое мяско. И все нормально. Надо бы меда взять, слушайте. А то тортики как бы немножко кончаются. Змеюки там нет в случае. Ну, я вам точно говорю, это скрипт сработал. Типа, у тебя есть ключ, ты переходи и жди. И, слава богу, ждать придется немного, так что нормально. А где пролетарий мой друг, а? Что-то не привез еще пока что. Не круто так поступать с друзьями. Блин, здесь столько места. Здесь можно было бы... Жалко, разработчики не добавили механику создания комнат. Мне кажется, это было бы весьма прикольно. А, да, там лежит, ждет меня. Я что-то про тебя забыл. Сейчас, сейчас все оформим, не переживай. Сейчас. Вот здесь вот у меня есть замечательные мои деревяхи. Мы сделаем тебе... Ой, какие в жопу дрова, подождите. Не дрова, а, во-первых, нам нужны эти... Нам нужны доски. Нам нужны доски, и нам нужны простые... Или гвозди. Гвозди, по-моему, нам нужны были. Давайте чурбанов сразу наделаем. Не знаю, 24, да. Я сразу все просто отнесу туда в ящик, чтобы они там были. Чтобы по 10 раз не таскаться. А вот еще второго привезли. Ну, сейчас посмотрим. Может, второй такой же, не очень качественный, так сказать, попался мне. Сейчас я немножко восполню потери из бревен. И мы пойдем смотреть жмурик. Так, и мне нужны гвоздики. Давай мне гвоздики. Спасибо большое. Это на палеты, чтобы вы понимали, да, зачем я это все делаю. Мне там... Я хотел там палеты, зал ожидания. Вся фигня. Так, палета. А где у нее вперед? А, она только один раз так делается. Ну, давайте вот сюда ее положим. Поставим. Да, положим. Положим на нее мы жмурик. Теперь можно и котлеток сожрать немножко. Ну, здравствуй, дорогой друг. Давай посмотрим, что в тебя есть интересного. У него достаточно нормально черепучков. Сейчас мы ему кожу отпердолим. Скажи, что получилось. Не получилось. Да чтоб тебя так... На тебе обратно ее запихаем. Ладно, а кровушку, если я из тебя выкачу, получится интересно? Так, с кровушкой прокатило. Теперь жирочек. Давай. Жирочек. Во. Вот этот парень мне уже нравится. Пойдем со мной. Ты будешь жить под землей. А того мы спалим. Так, поваляйся здесь. Сейчас я... Сейчас я тобой займусь. Вот это только сложу. И погнали. Что, куда тебя положить-то, дружище? Ой, даже не знаю, правда. Давай, может... Где-то так могилки говенны на самом деле стоят. Вот особенно вот эти я поставил. Надо было между ними сделать какой-то проем. Но я, конечно же, первый раз. Я же поэтому не знаю. Поэтому, увы. Да, не очень красиво все это выглядит. Может быть, потом, когда будет у меня время и желание, я это все дело поправлю. Так, все, ложись, отдыхай. Мы потом тебя оформим. А где... А, закопать же надо. А я думаю, куда сертификат-то делся? Вот жадность во мне говорит. Так, похоронный сертификат пока будет валяться здесь. Это будет мой... Мой банк. Я буду здесь складывать полезные вещи. А мы тем временем пойдем... О, рыбка тоже дает баф. Смотрите-ка, как прикольно. А что ты там дало нам? Теперь не так просто соскочить с крючка. О, то есть, если я сейчас пойду ловить рыбку, у меня больший шанс поймать. Это прикольно, прикольно. Складываем чурбаны. И давайте этого дружищу немножко пожарим. Пойдем. Ты что-то некачественный, друг. Гори. Посмотрите, как атмосферно все это выглядит при тумане, да? Мне прям очень нравится. Красиво? Черт подери. Так, тем временем у нас приходит день змея. И мы сейчас пойдем вниз. Его там будем ожидать полностью. Пока эта скотина не придет. Потому что что-то он ведет себя очень как-то некрасиво. Потому что когда ты хочешь, ты приходишь. Неужели ему так не хочется попадать за эту решетку, что он перестал приходить? Я не поверю в это никогда в жизни. Он же хочет. Я чувствую это. Так, второй сертификат отправляется сюда. А мы отправляемся к дому. Точнее, в подземелье. Вот и змей приперся к нам. Здорово, дружище. Ты не поверишь, вот твой ключ. На, держи. Так, задание было успешно выполнено. И они идут такие. И, наконец-то, на шаг ближе к цели. Иди-ка вперед. О, да ты смелый. Еще посмотрим, кто из нас жалкий. Посмотрим, как они запоют в итоге. На кого он все бочки-то катит? О, смотрите, там Диабло живет. Ты о ком? Да, о всех. О всех, кто живет в этом проклятом городе. О всех, кто считает меня лучше. О себя лучше. Меня. Просто из-за того, что я... Ладно, ладно. Да дайте дочитать-то. Просто потому что у них есть... Все, а у меня ничего. Ну, короче, он... Да что ж ты какой тупорылый-то? Тот под молнию встаешь. Тот тебе жопу жарят. Вы умерли. Ну, мне не привыкать. Надо вернуться и забрать дневник. Да, спасибо, дебила кусок. Ну, нахрен... И даже я... Даже я бы на такую решетку не встал. А у меня вообще инстинкта самосохранения нет, чтоб ты понимал, идиотина. Вот дебил. Ты что, у меня теперь там змей будет жить? Вон мои кости валяются. Вот это классно, кстати, да. Так, это... Что было сейчас? Ты это как сделал? Я не знаю, просто очнулся у себя дома. Ну, отлично. Пора привыкнуть. Жизнь. Боль. Бесполезный идиот. Оказался бессмертным. Ну, и где в этом мире справедливость? Ненавижу тебя. Прости, что? Я тебя ненавижу. Смотритель кладбища бессмертный засранец? Так и запишу. Слушай, а вообще это не так уж и плохо для меня. Теперь, когда у меня под рукой твоя бессмертная задница, мне нет смысла рисковать самому в этом подземелье. В каком подземелье? Ну, вот прям в этом. Вниз по лестнице, через проход. Она тут еще до церкви была. Должно быть очень глубоким. Там, в старину, еретиков пребывали гвоздями к стенам и жарили им ножки. Еще до древнего контракта. Звучит не очень прикольно. Ну, и что от меня требуется? У меня везде в городе уши. Я всегда знаю, где достать нужные мне вещи. И на данном этапе моего плана, мести, все, что мне нужно, находится в этом подземелье. Мне нужно ведро крови языческой. И пять окровавленных гвоздей. Гвозди должны быть на одном из первых уровней, где пытали язычников. Мне кажется, или кто-то стонет. О, смотрите, там какой-то хер. А, ты тоже слышишь? Может, да, может, нет. Тут полно странностей. Если они не окасаются моего плана, мне до них никакого дела нет. Надо проверить. О, да здесь очень мило, кстати. Очень атмосферная подземелья. Почему-то вспоминается принц Персия. Свят. О, и не говорите, какой приятный сюрприз. Я уж и не верил, что меня найдут. Дружище, ты там живой? Нужна помощь? Ну, скажем так, я в сознании. Спасибо, что предложили помощь. Меня зовут Гюнтер. Справа должен быть рычаг. Да, вижу. Так, открыл. Великолепно, удивительно, что это за штука все еще работает. А, что это штука? Ну, понятно, да. Не могли бы вы ударить меня мечом пару раз? Сперва ответ на мои вопросы. Ударьте меня, я так соскучился по физическим ощущениям. О, какой-то садомазохист, мать его. Ударите Гюнтера мечом. На. Великолепно. Первое настоящее чувство за столько лет. Теперь я с радостью отвечу на все вопросы. Ты кто? Как я уже сказал, меня зовут Гюнтер. Так ты, выходит, уже мертв? Вопрос философский. Лично я предпочитаю называть себя трансмертвым. Но в массовой культуре нас, к сожалению, называют нежитью. Зомби. Почему ты попросил ударить? Как ты стал нежитью? А, почему ты попросил ударить? Видите ли, я лишен способности ощущать внешнее воздействие. Сначала было невыносимо, но потом выяснилось, что я все-таки могу испытывать боль. Эти удары казались мне легким покалыванием. Мне несказанное удовольствие, особенно, когда нет альтернатив. Я могу тебя еще раз ударить, хочешь? А? Очень мило с вашей стороны, но я должен отказаться. После стольких лет эти покалывания были влаженством, да. А я буду упиваться воспоминаниями о них еще не один год. Не хочу тратить остатки своей плоти. Мне еще нужно сохранить ее на вечность. Как ты стал нежитью? Наука и немного магии. Меня создал мой господин, старый смотритель. Кстати, он сделал много мне подобных. Ооо, мои братья все еще работают на кладбище? Нет, похоже, остался только ты. Кстати, я новый смотритель кладбища. Вот как вы сможете создать еще трансмертвых. Они будут отличными помощниками. А, ничего себе. Очень просто. Все чертежи должны быть в шкафу слева от вас, который разбит. Там же должны быть бутылки с воскрешающей жидкостью. Если вы знакомы с алхимией, то сможете это сделать. Ты знаешь рецепт этой жидкости? Второй ингредиент точно человеческая кровь. А вот первый я не помню. Должен быть какой-нибудь порошок. Они будут такими же как ты. К сожалению, нет. В моем случае что-то пошло не так. Я получил ум. Поэтому-то господин и приковал меня здесь. Слишком уж я выделялся. Я могу тебя освободить. Я провисел на этих цепях так долго, что моя плоть почти вся сгнила. Они думают, что это хорошая идея. Да и я тут как-то уже пообвыкся. Как трансмертвые могут мне помочь? Они могут мастерить простые вещи на верстаках. А если вы разберетесь, как их экипировать соответствующим образом, они смогут переносить и добывать ресурсы. О какой экипировке ты говоришь? Один из моих братьев в экипировке должен быть еще завален. Камнями на входе в лес к северу от церкви. На входе в лес к северу от церкви. Понятно. Найдите его и сами увидите. Потрясающе. Чертеж ствол воскрешения. Воу. Экстракт зомби. Это надо изучить. Обязательно оставим пока это здесь. А я могу починить вот этот шкаф? Нет. Ладно, не оставим это здесь. А то еще выпьет и отупеет или поумнеет. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Здесь нихера нет. Тут кого-то мочили, судя по этой гильотины. Хотя это не гильотина, но какая разница, да. Тут кого-то держали в клеточке. Пойдемте сходим вниз. Зона жертвоприношения. Качество 0. О, господи. Мне еще эту надо. Выберите уровень первый. У нас какой-то думчик начинается, да? Так, пошли. Вы меня не замочите. Я здесь самый крутой. А чего у меня просил змеюк это на этом уровне? Змей, принесите ведро крови и кровавые гвозди. Понятно. Ведро крови. Ну, ничего здесь обыскать не получается. Пойдемте дальше, посмотрим. В любом случае, эти мышки... Во, наконец-то у меня есть какое-то противостояние. Бассейн? Это что, бассейн? Серьезно? Можно сидеть, читать книжку? И как... Как уютно, а? Тут что, под игрой... Под общим миром еще один общий мир? Ну, пошли направо. Да, под общим миром еще один общий мир. Я сначала схожу наверх и посмотрю, что здесь находится. Твою мать, сколько же здесь всего? Что это за штука такая? Так, ничего обыскать не получается. В бочках стоять. Ага, ну это обломки, останки и все такое. В этих штуках тоже нихрена не видно. Так что пойдем дальше обыскивать подземелья. У нас сегодня спасательная операция. Нужно ведро крови и окровавленные гвозди. Это вот... А, это вход вниз, я понял. Пока нам не сюда, мы пойдем здесь еще пошаримся немножечко. Есть карта? Нет карты. Потрясающе. Ну, могли бы и позаботиться о карте-то. Так, тут тоже нихрена стоять. Это что? Да давай, бей ты. Ну, что ты подвисаешь-то, а? А, ясно. У меня энергии нет. У меня все хорошо. Сдохни ты, слезняк. А ну иди сюда, ты мышатина. Ну, как и следовало ожидать, ни хрена здесь мне не выпало. И посмотреть здесь тоже ничего не получается. И вот эти записки, они, видимо, специально положили, чтобы ты ходил вокруг них и пытался... И пытался понять, что это. Что за ведро такое, а? Блин. Он же сказал на первых уровнях. Или на первом уровне. Если на первых уровнях, то мне надо спускаться ниже. Ладно, сейчас внизу еще гляну. По-быстрому. И можно будет спускаться. Так. Никакого ведра я здесь не наблюдаю. Хотя вот это могло бы быть оно. Не знаю. Эта штука, по идее, должна мне кровавленные гвозди давать. Но она дает мне совершенно не то, что я ожидаю. Да, доски, металлолом, это все хрень. Это все не то. У меня хп что-то маловато. Надо быть аккуратным. Аккуратным. Да. Да. Пойдем ниже. Пойдем ниже, не вопрос. Нужно убить всех врагов. Серьезно? А зачем? Так, я понял. Я понял. Господа, мне нужно время на подготовку к величайшему сражению в истории Грейфьярд Кипера. И мне привезли трупак. Так что на этом мы с вами попрощаемся. Услышимся в следующей части прохождения Грейфьярд Кипер, где нас ожидают сражения с этими вот гадами. И мы будем потихонечку спускаться все ниже и ниже, заедая боль и страдания морковными пирогами. Да. И драть жопы этим слезнякам и мышатинке. Потрясающе. Спасибо за внимание. Услышимся в следующей части. Это и Паку был. Пакусички. Редактор субтитров А.Семкин